Принимать у себя Большой Сибирский Круг – большая честь для республики, подчеркнули представители правительства на открытии соревнований. Именно глава Хакаси 10 лет назад придумал и организовал скачки, объединившие лучших спортсменов Сибири. Сюда пришли те, кто хотят отдохнуть на этом празднике. Я вам говорю, что вы не ошибетесь. Сегодня будет действительно замечательный праздник. Особую важность абаканскому этапу Сибирского Круга придавал тот факт, что скачки впервые транслировались в прямом эфире на федеральный уровень. Поэтому одна из главных задач организаторов – не только высокий уровень соревнований, но и создание особой атмосферы, в которой смешаны и азарт, и драйв, и желание все отдать за победу своего фаворита. Болею в Хакаси. Лошади в Хакаси неплохие. Я больше не за наездников болею, за лошадей. Смотрю, любуюсь. Наибольшее число болельщиков на трибунах – из Хакаси и Красноярского края. Собственно, между спортсменами этих территорий и развернулась основная борьба. И если в первом заезде Тубинский хан вновь объехал Раджа из хозяйства Ивана Медебекова, то во втором его жокей Валерий Бурнаков на Гринрод-турфе все-таки оказался лучшим. Этот Гринрод-турф выиграл нынче приз города мэра Казани. Ну, никакого нет адреналина, вот этого всего. Тут, да, вот сегодня лошадь приехала, это было все. Потому что тут мои родственники, тут мои друзья, тут все. Видите трибуна как. Домашний этап Большого Сибирского круга для конников Хакаси оказался удачным. Жеребец «Don't tell me what to do» одного из местных конезаводчиков досрочно стал абсолютным чемпионом соревнований. Что касается ипподрома, то осенью, как только отшумят бега и скачки, на нем начнется ремонт дорожек и благоустройство территории. Марина Конодакова, Антон Новожилов, Вестих Акасия. Субтитры создавал DimaTorzok